всем с добрым утром мы сейчас собираемся в парк опаздываем как всегда хотя ради меня все идут на 9.30 но у меня от рынка отписалась и ее надо было купать вот и хочу показать результат моих ночных работ в общем 8 бутылков пока сегодня буду доделывать больше итак мы приехали в парк мы встречаемся с подружками и детьми и встречались с новой девочкой в общем я думала ты ела ты куда в общем с колюша где-то там у нас 10 утра но уже фонтаны включили потому что жарень начинается так что мы тут а девчата там тут лиля нам принесла такие щербеты кстати лиля пришла лиля привет вот она принесла такие щербеты они находятся вот в кожуре апельсина лимона вот это малиновый щербет вот это там по-моему лимонный и гранатовый вместе у мальчика кокосовый вот мы познакомились с новой девочкой я и ее сыном привет я на старшие пацаны есть и девочки кушал и Субтитры делал DimaTorzok В общем, сейчас Лиля пришла, и, кстати, у нас выходит замуж ее сестра, и, в общем, она рассказывает нам про подготовку к свадьбе, потому что сестра выходит замуж в августе, в общем, очень-очень такое классное время. Хочу показать Яны на хобби. Вот она вяжет такое платье. Яна, покажи нам платье. Вот такой, это для девочки сколько лет? Четыре года. Это у нас такая юбочка, а потом будет такой топик. В общем, очень-очень красиво, да. Вот она так развлекается, пока мы болтаем. Молодец! Я когда-то вязала и свитерки, и вышивала их, и все такое, но я этим уже не баблюсь давно. Уже принесли свое корыто сюда и купают свою лягушку у нас около стола. Хорошо, мне хоть не надо волноваться, где они. Вот, мои девочки уже нашли парк, песочек, воды им уже не надо. Итак, мы уже уехали из парка, так как сегодня у Скарлетт будет лагерь для группы поддержки. Мы ее записали на группу поддержки. Сейчас я еду через Макдональдс, быстро куплю ее что-нибудь поесть, а то у нас уже полдень, а она будет там три часа. Почти полдень. Вот такая! О, вот такие у нас группы поддержки. Громкие, веселые, блатрящие девочки. Вот наша Скарлетт будет такая. Итак, после того, как мы сбросили Скарлетт, мы с Тринкой приехали в магазин, потому что мне нужны крышки для моих банок, чтобы я могла закончить консервацию. Вот такие крышки. Вот такие. Бери, Тринка. А также мы возьмем еще, надо макарошка купить, сироп для панкейков. Что ж ты игрушку свою теряешь, ты? Бери. Игрушку с Макдональдса, вот она получила. Вау! Вот. И пару вещей еще купим. Итак, я побыла дома немного. С Тринити и с Джульетт. Мы отдохнули после парка, конечно, все-таки солнце, вода, устаешь очень быстро, у меня головная боль была. Но мы отдохнули, теперь я еду за Скарлетт, у меня было время опубликовать, прорекламировать свое видео, а то я его опубликовала на Ютубе, но не рекламировала, ни на Фейсбук, ни на Одноклассниках. Но я вижу, что вы все равно меня нашли и просмотрели видео, спасибо большое, что вы за мной так следите, очень вам благодарна за вашу поддержку, а теперь еду за Скарлетт. Собираю мою Скарлетт. В общем, Скарлетт моя не нагулялася и уговорила меня, чтобы пойти на площадку около школы игральную. Я сказала 15 минут, потому что я уже нагулялась. Итак, мы дома уже пару часов, и я решила, что этот вечер мы уже никуда не идем. Что-то я замоталась, надо отдохнуть, передохнуть. Ну как передохнуть, надо дела делать. В данный момент я слаживаю стирку, закончу это, я думаю, заварю себе крепенького чаю. И после этого я начну борьбу с грязной посудой, а потом с огурчиками закончу консервировать огурцы. Кстати, покажу вам рецептик. Девчонок я уже покормила ужином. Дэнни, он поехал к своему двоюродному племяннику, так как у него есть пустой гараж, и он будет работать над своей машиной там, где не жарко. Вчера он ему помогал. Это отец вот этой девочки Керри, которая у меня ночевала прошлой ночью. В общем, вчера Дэнни помогал ему красить их крыльцо, а сегодня он будет помогать Дэнни работать над его машиной. В общем, вот такой у нас семейный кооператив. Короче, уселась одна чай пить. Чай я уже давным-давно выпила. А посуда всё стоит. О, девчонки так что-то пошли тихонько играются. Это самое, и никто меня не троит. Как-то так я села за телефон, и у-у-у, время пошло. Нет, надо заставлять себя. Пора работать. Кстати, если вы заметили, на мне сейчас голубая футболка, а не белая, как была с утра. А знаете почему? Помните этот десертик, что Лиля принесла на пикник? Щербет фруктовый. Угу. Я посадила себе пятно прямо здесь. Вот такая я свинюшка. Что ещё можно тогда требовать от детей маленьких? Ну что, друзья, приступим к делу. Начинаем наши огурчики. Для начала, в общем, я помываю бутыльки. Теперь залаживаем на дно петрушку. Петрушку. Ой. И вот такое боделья укропа. С семенами. Это всё идёт на дно. Также я, любитель положить туда ещё листья хрена. Я обычно это так и делаю. Но Дэнни в этом году попросил попробовать просто с петрушкой и с укропом. Ну, в общем, посмотрим. Теперь будем залаживать огурцы. Кстати, я отгадала. Получается у нас 4 бутылечка. У меня там осталось 4 манюсеньких вот таких огурчиков. Ну, у меня Джульетта любит свежие огурцы. Я думаю, она их съела за милую душу. В общем, для них я их уже не могла всунуть. Теперь, теперь я вложу туда острый перчик. В общем, вот там я положила перчик. У меня было 2 таких больших халаппини перца. Я их разрезала наполовину. И, в общем, на 4 бутылька не хватило. А сейчас я буду ставить воду, кипятить и буду это все заливать. Итак, у нас закипела водичка. Так что будем заливать бутыльки. я поначалу заливаю половника. А уже потом, когда кастрюля не такая ой, я надеюсь, я показываю то, что надо, не такая уже тяжелая, то я просто заливаю прямо с кастрюли. Вот. Это самое. Вот, когда я залью, ну так, да. Я ложу сверху. Я надеюсь, я показываю то, что надо. Я надеюсь, я пока... Э, да. Я ложу сверху такую крышечку и она заодно дезинфицируется от пара воды. Или, если вам... если вы этому не доверяете, тогда прокипятите их. Тоже, тоже хорошо. Но я доверяю. Итак, даем постоять огурчиком в этой кипяченой воде 10 минут. Кстати, пока огурчики пропариваются первым заливом воды, водой, да, я начинаю кипятить по второму разу. Потому что после 10 минут я воду солью в раковину и потом залью их по новой уже другой чистой водой. И они будут стоять еще 10 минут. Значит, так, по второму разу, второй свой залив после 10 минут я сливаю воду в кастрюлю и довожу до кипения. Пока доводится до кипения, я буду вложить пряности в банки. В общем, немного черного перца горошек в каждую банку. зубчику. Потом несколько зубчиков чеснока в каждую банку. В общем-то, она любит охота туда ложить. Потом в каждую баночку ложим 2 столовые ложки соли. баночки баночки примерно 2-х литровые. Не совсем точно, это больше в галлонах тут. Ну, в общем, я делаю рецепт на 2-х литровую банку. Ну, а на последок я заливаю каждую баночку 100 граммами 100 миллиграммами или миллилитрами или чем это уксуса. Мой уксус 5% процентов если у вас сильнее уксус, значит, можно немного меньше. Ну, или вообще на любителя. Знаете, может, кому-то нравится покислее огурчики. Ну, это то, что я делаю. В общем, так, маринад закипел. Я залила банки, закрыла, закрутила крышки и теперь перевернула их вниз головой, потому что, чтобы оно так размешалось лучше. Не знаю, моя мама так делала, вот и я так делаю. Процесс я не показывала, так как ко мне пришла вот такая красавица и мне пришлось это все делать с ней на руках. Скарлетт показывает, чему она научилась в лагере группе поддержки. кача. Итак, я буду закрывать свой влог. Хотела сказать одну вещь. Как вы знаете, я вчера была расстроена и сегодня я читала Библию и просто как я благодарна Господу. Он всегда так вовремя утешает своих детей, отвечает своим словом. В общем, сегодня я читаю, как раз попадаю на вот такой псалм. псалм 126 в английской Библии 127 стих 3 «Дети наследие от Господа и плод чрева его награда, что стрелы в руке воина, то сыновья родившиеся у молодых. Блажен человек, чей колчан наполнен ими. Не постыдятся они, когда будут говорить с неприятелями в воротах города». Значит, блажен человек, у кого полный колчан детей. А следующий псалм, я тоже его читала сегодня, весь псалм хороший. «Блажен всякий, боящийся Господа и ходящий его путями. Ты будешь из плоды труда своих рук. Блажен ты, и процветание будет у тебя. Жена твоя будет как плодовитая лоза в твоем доме. Твои дети будут как ветви маслин вокруг твоего стола. Так будет благословен человек, боящийся Господа. То, что я плодовитая, это благословение от Бога моему мужу». В общем, я знаю, я знаю, по какому закону я живу, не всем это понять, но то, что я делаю, я в это верю. Ну, на этом буду заканчивать. Спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.